В субботу, 14 сентября, красноярцев приглашают на нескучные субботники. Общегородская уборка начнется во всех районах города в 9 утра. Так, например, жители Октябрьского района приглашают на сбор мусора около Енисея у храма новомучеников. Там обещают сладкие подарки и интерактивные площадки. В центральном районе у сквера Чернышевского тех, кто пришел, накормят вкусной выпечкой и согреют чаем. А в Ленинском районе во дворе дома на Энергетиков 20 устроят фотозону и веселые старты. Информацию о субботнике в вашем районе или дворе можно уточнить на сайте администрации или в вашей управляющей компании или ТСЖ. О днем танцоры, иллюзионисты и жонглеры покажут номера прямо в ТРЦ «Планета». Фестиваль пройдет на первом этаже в центральном атриуме торгового центра. Там же красноярцы смогут посмотреть цветовое костюмированное шоу, а специальными гостями фестиваля станет театр танца «Экзордиум» из Новосибирска. А вечером футбольный несей сыграет с Калининградской Балтикой. Начало игры в 5 часов вечера. Билеты еще есть, их цена начинает от 50 рублей. С собой возьмите теплую одежду и зонт. Синоптики обещают дождь. Напомним, после последнего матча с Чайкой, который завершился счетом 1-3, один из болельщиков объявил голодовку. Мужчина говорит, что она продлится до тех пор, пока команда не победит. Сейчас «Энисей» находится на последней строчке турнирной таблицы футбольной национальной лиги. Последние 10 матчей команды завершились либо проигрышем, либо ничьей. В воскресенье, 15 сентября, на Биенале в музейном центре Площадь Мира стартуют экскурсии в формате переговорных станций. Красноярцев приглашают обсудить работы и выставки скульпторов и художников из России и за рубежа. Для всех, кто купил билет в музейный центр, экскурсия бесплатна. Напомню, вход на Биенале стоит 250 рублей. В этот же день в музейный центр приглашают детей и их родителей. На фестивале «Семья Фест» эксперты расскажут, как стать счастливыми мамами и папами и, говорят, научат понимать детей. Красноярцев также ждут тренинги, лекции и мастер-классы о том, как замотивировать своего ребенка и помочь ему на пути к взрослению. Дети в это время смогут попробовать себя в роли телеведущего, художника и астронома.